Титулы сейчас у трех российских боксеров в этом месте. Ковалев после боя сказал, что в его списке присутствует и Адонис Стивенссон. Какого развития вы ждете в этом дивизионе? Каких боев? Прежде всего, с Адонисом Стивенсоном я не жду боя. История показала, что Адонис Стивенссон не хочет этого боя. Его смело можно назвать домашним боксером, который проживает в Канаде, боксирует больше для канадской публики. Ему этого достаточно, видимо, хорошо платят и он зарабатывает нормальные деньги. А бой с Сергеем – это, конечно, большой риск. И я думаю, что этого боя не будет. А вот касаясь тех трех поясов, которые Сергей потерял, а сейчас один вернул, а другие два достались боксерам из России – Битербиеву и Билову – это показатель того, что этот дивизион и до этого был интересный российской публике. А сейчас стал в войне, будем откровенны, втройне интереснее. Потому как еще два боксера появились, чемпионы, за которыми мы все будем смотреть. Не только мы, но и многие из постсоверского пространства. Но больше шансов, что с Адунисом Стивенсоном встретится Битербиев, потому как он свою профессиональную боксерскую карьеру сейчас развивает в Канаде. Я уверен, что наступит время, когда канадская публика, в данном случае от нее многое зависит. Потому что они там покупают платные трансляции на телевидении, а как мы знаем, телевидение платит за бои. И от телевидения зависит размер заработка профессионального боксера. И так как размер заработка зависит от канадского телевидения и у Адуниса Стивенсона, поэтому я думаю, что публика захочет, прежде всего, увидеть противостояние двух чемпионов победительный бой. Соответственно, это будет Битербиев и Стивенсон. Я предполагаю, но я думаю, что я недалек от истины, потому как это желание будет публике. Любой здравомыслящий человек захочет посмотреть это противостояние. Так вот, Адуни Стивенсон, возможно, будет вынужден податься с Битербиевом, и это будет достаточно интересный зрелищный бой, и он будет приковано вниманию российской публике к этому бою, безусловно. Бой с Биволом объединительный, Ковалева с Биволом, соответственно, если, например, остаются еще два чемпионов, то я думаю, что этот бой будет при всех равных, если они не потеряют до этого свои титулы, этот бой будет, но только немного позже. Причина связана, прежде всего, с тем, что все мы знаем по последнему бою Бивола, что к нему появился интерес американского телеканала HBO, на котором боксирует и Сергей Ковалев, и у него есть контракт. Но чтобы, все мы понимаем, индустрия спорта связана еще и с деньгами, и телеканал, прежде всего, хочет тоже заработать деньги. Как он может заработать деньги? Ну, прежде всего, если большое количество людей посмотрит бой. В данном случае продать, так скажем, в кавычках, удачный этот бой, противостояние Бивола с Ковалевым, HBO на данный момент не сможет, потому что Бивол не очень еще популярен в Америке, он неизвестен американской публике. Соответственно, и продажи платной трансляции будут невысокие. Поэтому резонный вывод – необходимо раскрутить, в кавычках, в хорошем плане Бивола, сделать его известным, популярным в Америке. Но на это необходимо какое-то время. Соответственно, если и будет этот бой, я надеюсь, что он состоится, потому что это будет интересный бой для всех болельщиков спорта, и России в том числе, прежде всего. То это будет бой чуть попозже. Но это будет уже, наверное, первый бой, когда боксеры из России, два чемпиона, встречаются в объединительном бою за два пояса. Насколько я не ошибаюсь, если я хорошо историю знаю. Это будет очень интересный бой. Встреча Сергея с Битербиевым, мы ее тоже не будем исключать, это, наверное, будет один из самых интересных боев. Потому как многие знают, что еще в любительском спорте они боксировали в одной весовой категории, и между собой они встречались. Это были достаточно равные бои в любительском спорте. И у них было ярко выраженное противостояние, где непонятно было, кто лучше. И каждый из них считает, что он именно был лучше. Так вот это будет противостояние интересное. Это будет противостояние с историей, которое идет еще из любительского спорта. Противостояние между этими двумя боксерами. И я уверен, что, конечно же, этот бой вызовет наибольший интерес. Состоится ли он, я не знаю. Если состоится когда, я тоже не знаю. Но то, что этот бой, если состоится, его будет вся Россия смотреть, и люди из постсоветского пространства, это безусловно. А учитывая, что Бетербург сейчас живет в Канаде, и о нем знают уже и в Америке, то я думаю, что получается весь мир будет смотреть. Продолжение следует. Продолжение следует.